МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я Влад Чижов. Мне 45 лет. И да, у меня обостренное чувство справедливости. В конце 90-х мне это чуть не стоило жизни. Но я научился решать проблемы сам. Вначале свои, потом чужие. Я знаю, как вычислить и обойти людей, для которых киняк – это бизнес. И как помочь людям, которые под этих уродов уже попали. Беру ли я за помощь деньги? Нет. Есть проблемы? Будем решать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня ко мне обратился некто Алексей. Судя по телефонному звонку, парень крепко взволнован. Очень просит о встрече. Суть разговора. Его супруга связалась то ли с гадалкой, то ли с ведьмой какой-то. Человек абсолютно изменился психологически. Стал как зомби. А самое главное – потащил из дома деньги. Продает вещи, покусился на сбережения. С его слов, они там копили на автомобиль. И, видимо, расходы далеко уже перевалили за миллион. Я лично никогда с этим не сталкивался. Но так что-то смотрел в желтой прессе иногда. Мне всегда это вызывало улыбку. Я никогда не думал, что это так серьезно. В общем, не стал я парня никуда вытаскивать. Сам приехал к нему на район. Хочу с ним встретиться и узнать детали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Алексей. Да, Влад. Здравствуйте. Давайте присядем. Да. Ну, рассказывайте. Спасибо, что еще раз пришли. Потому что я только что с полицией. Меня отчетчеркну раз отфутболили. Я за свою супругу переживаю. Насмотрел из сериалов, этих передач про экстрасенсов. И просто каждый день находится у нее. У нас, конечно, с ним были планы по поводу поездки на море. Купить машину. Были сбережения. Но теперь ни сбережения, ни моря. Алексей, ну, вы же взрослый человек. Вы должны понимать, это все такая ерунда. Все эти гадалки, все эти ведьмы. То, что полиция футболит, ну, это объективная совершенно история. Приходит человек и говорит, здравствуйте, у меня вот проблема жены с гадалкой. Он рассмеется вам в лицо и скажет, идите лечитесь. Это не их, конечно же, епархия. Я к другому. Вы теряете деньги. Вот это основной момент. Вот если человеку уносит деньги, значит, им кто-то манипулирует. Да, деньги я заработаю, это не проблема. Меня другой беспокоит. Она просто от меня стала отдаляться. Я ее просто не узнаю. А скажите, есть какие-то изменения психики? Да, изменениями. Ну, раздражительной она стала больше или что-то такое. Раздражительность, это стало ее второе имя. Я сто раз подумаю, прежде чем что-то ей сказать. А вы не подозреваете, что, может быть, какое-то наркотическое вещество она употребляет? Да, она никогда не употребляла, ничего подобного. Ну, может быть, недавно она стала курить, но я не считаю, что это какая-то проблема. Понятно. Я хочу с ней побеседовать сам лично. Я, я, я понимаю это все, но я хочу сказать одну вещь. Я с ней очень много общался. Все наши родные с ней общались, наши друзья. Вы поймите меня правильно. Не то, что я не доверяю там вашим словам, то, что она вас не слушает. Я предполагаю, что, возможно, этот разговор поможет. Хорошо. Ну, давайте тогда съездим и поговорим с ней. Договорились. Хорошо. Пойдемте. Поймите. Ничего. Поймите. Тейл. DDT. Субтитры создавал DimaTorzok Так, Алексей, подождите, мы между собой разберемся. Короче, смотрите, чтобы человека не нервировать, вы, наверное, здесь оставайтесь, а мне камеру. Камера, Зай. Да, готова. Как супруга вашу зовут? Простите, сразу не спроси, неудобно будет. Добрый день, дорогая. Это Влад. Здрасте. На кухню пройдем? Да, давайте. Меня зовут Влад Чижов и занимаюсь всякого рода мошенниками. Вывожу их на чистую воду. Есть вот у меня такое подозрение, что кто-то вами манипулирует, Лена. Подозрение, кто же сказал про эти подозрения? Который вы ходите, гадалка, вами манипулирует. Я бы хотел с вами на эту тему поговорить. Простите, вы, вот зачем, вот, вот к чему вот этот, вот к чему вот этот цирк, ну вот и объясни мне. Лена, настройтесь, пожалуйста. Человек посторонний приходит и вмешивается в мои какие-то интимные дела, вот скажи мне, пожалуйста. Это наши дела, это наша семья. Я знаю, что это наша семья, это не его семья. Это человек, который может нам помочь. Вот какой-то супергерой, который всем помогает. Он не супергерой, он просто поможет нам. Нет, все, так, я ни в чьей помощи не нуждать. Пожалуйста, не надо мне ничего. Присядь, тогда я уйду. Да, уходите ради бога, пожалуйста, уходите. Все, не надо мне ничего. Всего доброго. Попойте, пожалуйста, здесь. Каралу, ну так вот. Мы живем, это каждый день. Я уже не знаю, что делать, что делать. Это ненормально. Так не должно продолжаться. В общем, я берусь за это дело. Мне надо знать, к кому она ходит. Телефон, еще как зовут, адрес. Телефон, я сегодня узнаю. Телефон, адрес. Зовут гадалку. Расковья. Тогда присылайте, и мне нужно время, чтобы понять, что за человек, собрать на нее какую-то информацию. Пришло, когда договорились. Отлично. Еще раз напоминание. Я это все буду снимать. Мне это интересно использовать в реалити-шоу, для назидания другим. Готовы дать согласие? Это наша семья, это наши отношения. Они для меня важны. Я хочу это все восстановить, и я готов пойти на реалити-шоу. Я даю согласие. Поговорились. Хорошо. Спасибо, понимаете. Алексей прислал мне смс-ку с адресом и телефоном этой гадалки. В общем, эту гадалку надо навестить. Я попросил свою подругу, Марину, чтобы она со мной встретилась. Вот, хочу ее туда отправить. Неоднозначная, конечно, просьба. Надеюсь, она согласится. Приветик. Владик, привет. Да ты мне кофе заказала, Марина. Да, как ты не вытащила. Ты моя умничка. Как у тебя дела-то? Отлично. Сам как? Тоже ничего. Скажи-ка мне, пожалуйста, нет случайно тебе там порчи с глаза какого-нибудь? Бог с тобой нет. В гадалки ходишь? Нет, 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 нет. Ладно, если серьезно, если серьезно, надо сходить. В общем, хочу тебя попросить записаться на прием к одной гадалке. Так, какое дело? Ну, придумай. Ну, что вот у женщин бывает такое? Нужен повод какой-нибудь? Ну, такой чисто женский. Ну, не знаю, там. Все не ладится. Ну, не знаю, как у вас там, ладится, не ладится. Расскажи, вот, что бывает обычно у женщин проблемы? Мужчин нормальных нет, да? Ну, это бред, конечно. Ну, бред, не бред, годится. Давай так, записывай номер. Так, 8-9-8-5-6-4-3. 6-4-3. В общем, представляется, она Прасковья. Вот. Я тебя хочу настроить прямо на серьезный лад. Суть по всему, баба опасная. Вот, она, видимо, владеет какими-то практиками и может ввести в какое-то состояние транса. Ну, это не беспокойство. Да я все знаю, что ты у нас там профессионал. Гипноз, антигипноз. Гипноз, антигипноз. Я тебя предупреждаю. Да, я поняла. Чтобы ты серьезно к этому отнеслась. Поэтому соберись, звони прямо сейчас и придумай какую-нибудь тему прямо на ходу, что тебе вот надо встретиться. Давай, звони. Алло. Да. Добрый день. Прасковья? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Марина зовут. Мне вот дали ваш номерок, сказали, вы можете любые проблемы решить. Я не знаю, у меня что-то не ладится в последнее время в жизни. С мужчинами проблемы. Я вообще не знаю, что делать. И помогите, пожалуйста. Можно к вам записаться? Я не знаю. Поскорее. Марина, ну я вас поняла, вашу проблему. В принципе, все можно решить. Если хотите завтра, вот есть возможность в 15 часов. Устроят вас? Да, давайте в 15, конечно. Хорошо, тогда адрес вам выслать или вы знаете адрес? Вы можете прислать смс-ку, но вообще мне дали ваш адрес и телефончик как раз все. Вот поэтому и звоню. Хорошо, тогда завтра на 3 часа на 15 я вас жду. Все, все, спасибо большое. До свидания. Пожалуйста, до свидания. Ну, умница. Завтра в районе 3 часов с тобой встречаемся, я тебя подстрахую. Все, я умчал. Пока. Счастливо. Спасибо за кофе. Да не за что. Сегодня ко мне обратился некто Алексей. Я за свою супругу переживаю. Связался то ли с гадалкой, то ли с ведьмой какой-то. Потащил из дома деньги. Может быть, какое-то наркотическое вещество. Раздражительность, это стало ее второе имя. Я хочу с ней побеседовать сам лично. Я ни в чьей помощи не нуждаюсь. Да, уходите, ради того, пожалуйста, уходите. Это не нормально, так не должно продолжаться. В общем, я берусь за это дело. Ну, у меня к тебе дело. Нужно сходить к гадалке одной. Да, Влад, привет. Привет. А ты уже приехала? Да, у подъезда стою как раз. А, все, вижу. Ты на стоянке, да? Да, 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 да. Все, увидел. Приветик. Привет. Молодец, что согласилась. Выглядишь шикарно просто. Спасибо. Прям все в тему, только вот сумочка маленькая не подходит. Слушай, что ты понимаешь вообще, а? Да ладно, я шучу. На самом деле, я тебе хотел заряженную сумочку дать. Есть у нас такой. Все. Барсик, пойдем-ка. Пойдем. Короче, смотри. Да, рассказывай. Вот сумка, вот камера. Лешишь на плечо, все то же самое, все снимаешь. Да. Так, все отлично. Так, чтоб ты понимала, о чем идет речь. Значит, я тебя вижу на мониторе. Вот, крути камерой. Да, да, да. Видишь, работает. Это еще не все. Все, держи вот это, антенкой кверху. Если что-то, я тебе дам подсказки в ухо. Я пошла. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. А Марина? Да, Марина, можно, да? Да, сходите. На три как раз вам. Сюда, да? Прямо и направо. Вот сюда. Туда, да? Заходите. Марина, у вас, значит, с личной жизнью, да? Да, вообще проблемы какие-то непонятные. Ну, вообще, на самом деле, не только с личной жизнью, да, много чего. И боли головные, и ругань с друзьями, много чего. Ну, вы чуть-чуть как-то расстроена, да, выглядите? Да, потому что я, да, я даже сегодня вот утром с подружкой случайно ругалась. Сейчас я вам чайку принесу и начнем. Так, аккуратненько. Не вздумай пить чай или сделай вид, что ты его пьешь. Прольешь, вытришь платочком, платочек мне сохрани. Спасибо. Горячий. Ой, ой. Сейчас, извините, пожалуйста. Это просто от нервов у меня все, и руки трясутся, и вообще... Так, ну что, процесс пошел. Будем наблюдать, чтобы с нашей девочкой ничего там не случилось экстраординарного. Сейчас будем объединяться с вами полями. Ну, короче, в принципе, технология понятна. Она ее вводит в транс всякими разными пассами. Она-то не знает, что наша девочка обладает способностью анти-противостоять. С мамой, с папой какие ваши сейчас отношения? Хорошие. Болезни какие-нибудь есть у кого-нибудь? Да. У родственников, у родителей? Есть у родителей с давлением проблемы. Сердце иногда болит. У родственников. Вот прям так, чтобы очень нет. У меня вот у брата троюродного, потому что вот родных нету. А вот у него эпилепсия. Причем у него тут давно так уже. Были какие-нибудь случаи в детстве, которые могли на вас повлиять плохо? Чего-то вы испугались, может быть, что-то было стрессовое. На самом деле ей всей болезни пофиг. У нее задача сформировать свой файл в башке, а потом под видом какой-то опасности вам его впарить. Типа у вас там венец безбрачия или какой-то сглаз вашему здоровью угрожает опасность. Марин, ну у вас идет, смотрите, у вас идет одиночество. То есть у вас нет брака, у вас я не вижу замужества. И это венец безбрачия. У вас венец безбрачия, причем он не по вашей реинкарнации поставлен. Он поставлен еще на третьем поколении по роду матери. Где вы видели такое, что, приходя к гадалке, вы платите деньги, она на вас смотрит и говорит, знаете, у вас все хорошо, вот ваши деньги, берите назад. Так не бывает. Чаще бывает наоборот. Ее задача, чтобы вы приходили на постоянной основе и каждый раз платили бабло. Так что проблемы ваши будут по жизни. Что-то еще можно исправить, Марин. Потом уже будет поздно. Потому что у вас, конечно, ситуация серьезная. Главное, что можно все исправить. Вы меня обрадовали, что все вовремя. Ой, я же это, я вам денежку заплатила. Сколько там надо вообще? Три тысячи. Дорого. Ну ладно, это... Ну, деньги приходят, по поводу. Конечно, это по сравнению с такими проблемами. Это просто ерунда. Все. Так что жду вас, да, Марин. Все будет хорошо, сделаем. Спасибо еще раз большое, спасибо. До свидания. До свидания. Счастливо. Так, ну все, она выходит. Ну что, жива-здорова? Да. Все, я видел по монитору, ты, конечно, молодец. Так, прежде чем продолжим, сразу пока не высохла, бегу мне платок сюда. Молодец, прям вышла из положения. Ухо сейчас заберу. Давай. Так, сумкой меняемся. И ты был прав, она с техниками гипноза работает, она в транс водит посетителей. Я тебя предупреждал. Да, я справилась. Ты там все хи-хи, ля-ля, короче, да. А тетка-то серьезная. Поэтому она все узнает в этом трансе. Потом выдает за свой дар потрясающий, красновидение. Мне уже бежать надо ехать. Все, пока. Спасибо. Пока. Так, ребята, по коням. Я больше чем уверен, что в чай своим жертвам наша Прасковья что-то добавляет незаконное. И взял образец. Но в обычную лабораторию ты же его не понесешь. Не дай бог там что есть, это надо будет объяснять, где ты это взял и так далее. В общем, караул. Но есть у меня один химик, прям химик-химик такой. Когда-то, во времена нашей юности, занимался всякого рода незаконными делами. Но теперь он очень респектабельный мужчина, своя химическая лаборатория. Я думаю, что если я к нему обращусь, он мне не откажет. Алло. Химик, здравствуй, это Влад. Ну, будешь мой. А мы, мои уши. Здравствуй, дорогой. Слушай, нужна твоя помощь. Мне нужно, ну, скажем так, по твоему профилю провести анализ некой жидкости. При этом эта жидкость впитана в платок. Я правильно понимаю, что тебе снова потребовались мои колбы? Да, не мне. Но хотелось бы знать, какая жидкость в платке. Таким мы попробуем, привозли. Отлично. Мой помощник приедет к тебе, представится от меня, привезет тебе образец. Я, к сожалению, пока встретиться не могу. Увидимся, может быть, ближе к концу недели. С меня кошерный чай. Такие мы заняты. Ну, хорошо. Прости, дорогой. Рад был тебя слышать. Давай, до встречи. Пока. Вот сумка, вот камера. Сейчас я вам чайку принесу и начнем. Не вздумай пить чай. Прольешь, вытришь платочком, платочек мне сохрани. У вас свинец без брача. Она с техниками гипноза работает. И ваш ребенок может родиться больным. Что-то еще можно исправить. Потом уже будет поздно. Сразу пока не высохло. Бегом мне платок сюда. Химик, здравствуй. Это Влад. Хотелось бы знать, какая жидкость в платке. Да, интересная история с этой Прасковьей получается. Я попросил Феликса пробить форум, где просто огромное количество положительных отзывов об этой гадалке Прасковья. И вот, что мне сказал Феликс. Вы будете смеяться. Все до одного положительные отзывы сгенерированы с одного IP. То есть, явно это писал один человек. При этом, по геолокации, этот IP каким-то подозрительным образом совпадает с местом жительства этой Прасковьи. А все негативные отзывы своевременно и в течение дня были удалены. Но Феликс был бы не Феликс, если бы не восстановил эти негативные отзывы. И не просто. Он даже нашел людей, конкретно пострадавших от деятельности этой Прасковьи. И взял обратную связь. То есть, у нас есть телефон некой Леоноры, с которой нужно созвониться и встретиться. КОНЕЦ 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 Ну, я, если честно, очень испугалась. Я просто побежала домой переодеваться. Я не знаю, что... Ну, тихо, тихо. Успокойся. Я думаю, что у всего есть какое-то разумное объяснение. Поэтому не паникуй, живи как жила. С ситуацией я разберусь. Позвоню тебе чуть позже. Давай, давай. Не волнуйся. КОНЕЦ 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 Леонора, здравствуйте. Это Влад. Влад, здравствуйте. Я, как обещал, лицо вашего видно не будет. Знаете, Влад, я решила, что все равно это все узнают, рано или поздно. А так, пусть это хотя бы будет предупреждением тем, кто еще может себя спасти. То есть мы можем вас показывать. Да, давайте. Потому что, вы знаете, раньше у нас с матерью были хорошие отношения всю жизнь. Я всегда была авторитетом для матери. Ну, до тех пор, пока вот ее подруга знакомая у нее просто есть, которая посоветовала ей пойти вот к этой Прасковьи. Якобы она снимает порчу. Ну, и как мама стала туда ходить раз-два и последующие, мою мать вообще как подменили. Как зомби, да? Ну, мы перестали друг друга узнавать. Я не знаю, как это называется, но когда много лет тебе родной человек становится тебе совершенно чужим. И я пыталась с мамой поговорить, я говорила, мама, не слушай ее. Она специально просто вытягивает с тебя деньги. Якобы порча уходит через деньги. В общем, очень хитро придумано для наивного, доброго человека. Но когда уже денег, в принципе, и не стало, мама начала относить более-менее все то, что было нажито непосильным трудом, она начала относить это в ломбард. А вырученные деньги она просто уносила Прасковьи. Вот. В общем, она и до такой степени уже заморочила голову. В оконечном итоге сказала, чтобы избавиться вообще от порчи полностью, нужно оформить дарственную на квартиру. То есть избавиться от квартиры. Ну, мама моя, наивный человек, она оформила дарственную, осталась на улице без квартиры, без крыши над головой. Вот так вот я ходила к участковому, и он сказал, что помочь он ничем не может в этой ситуации, потому что она сама добровольно все это подписала. Ну, и если бы не я, то пожилой человек пошла бы по улице бомжевать просто. Ну, в общем, вот сейчас мама живет со мной, и сама я снимаю квартиру. Да. Элеонора, я благодарю вас, что встретились. Я не знаю, я пока просто собираю информацию об этом человеке. Я очень хочу ее найти и наказать. Если у меня получится ее зацепить, я постараюсь вернуть деньги. Но обещать я не могу. Не могу. В любом случае, спасибо. Спасибо, что вы слушали. До свидания. До свидания. Если у меня будут новости, я вам обязательно позвоню. Спасибо. До свидания. Да. Вернуть квартиру, а протестовать дарственную. Тем более, если она написала ее по собственному желанию. Невозможно законными методами. Я еще не знаю, какие будут использованы методы воздействия на эту мадемуазель. Но в любом случае, я обязан. Я обязан ей дать шанс. Я должен сам лично ей задать вопрос. Может быть, ты закончишь? Шансов мало, но свой функционал я должен выполнить. Субтитры создавал DimaTorzok Так, вы, наверное, давайте лучше наверх, не светитесь здесь. Здравствуйте. Здрасте. А вы Прасковья? Угу. Тогда я к вам. Я слушаю. Ну, я, наверное, сразу открою свои карты. Вам не впервой такие диалоги везти. В общем, я хочу задать вам вопрос. Может, вы сами прекратите как-то этот цирк, которым вы занимаетесь? Какой такой цирк? Ну, вы же занимаетесь. Хрень какая-то вообще непонятная. А самое главное, вы людей разводите на деньги. Может, прекратим эту историю? Ну, а вы-то из чего взяли это все? Вы у меня были, вы у меня приходили. Вы с каждого дыхания взяли? Люди, которым вы принесли не просто какие-то моральные страдания, вы их, в общем-то, на деньги обокрали. То есть вы меня сейчас обвиняете, да? Конечно. Ты из полиции сам? Ну, если бы я из полиции был, я бы по-другому разговаривал. А в чем тогда проблема? Если нет никаких обвинений, то езжай тогда домой к своей жене. Там разбирайся уже. Давай, ты не будешь меня тыкать? Да, конечно, не буду. Ты вообще-то ко мне пришел, а не я к тебе пришла. Я просто пришел, хотел поговорить чисто по-человечески. Вдруг ты адекватный человек. Я тебя, ерундивый, проклинаю, проклинаю. И тебя проклину, и детей твоих, и всех твоих родных, и всех, кто к тебе, всех порчу на тебя напускают. Чтоб ты сдох, чтоб ты до дома не доехал. И больше ко мне не суйся сюда. И чаю не попьешь. Ну, я должен был ей дать шанс. Я ее честно попросил, по-человечески. Шалом, мой друг. Какие новости у тебя? Посмотри, мы исследовали материал на платочке, что ты передал. Ну, что я могу сказать? Содержится следы анфетамина в этой площади. Слушай, ну, информация очень важная для меня. Сможешь мне какое-то официальное, я не знаю, заключение, что ли, подготовить? Без проблем. Спасибо тебе, дорогой. Пожалуйста. Вышли мне на почту. Ага. Давай. Марина, привет, Влад. Влад, привет. Дорогая моя, мне нужна опять твоя помощь. Я хочу, чтобы ты еще раз сходила к этой гадалке. Сходим, значит. Все, договорились. Пока. Давай, поднимем. Здравствуй еще раз, моя дорогая. Слушай, сегодня задачка чуть сложнее, чем обычно. Значит, с этой сумкой ты обращаться уже умеешь. Давай, я твою заберу, накину. Это еще не все. Там есть еще камеры. Получится. Раскидай по квартире. Хорошо. Они маленькие. Это еще не все. Раскрывай сумочку. Так. Значит, смотри. Это микродинамики. Угу. Клади тоже в какие-то места, которые посчитаешь нужным. Ну, где не видно просто. Ну, конечно. Ну, это наша связь. Подожди. Все, я за тобой на мониторе смотрю. Не переживай. Да. Все, контролируем. Все, я пошла. Давай. Давай, может, машину с камерами сядем. А то что-то палимся мы. Сейчас все сделаем. Я думаю, в течение месяца-двух уже у вас будет сильный рост, изменения пойдут, да? Ой, я с удовольствием и только за, собственно, дайте, выхожу к вам. Угу. Начинаем новую жизнь. Алло. Давай, крошка, не запались. Понятно, понятно. Умничка, поставила камеры. И как хорошо-то прям вся комната, как на ладони. Хорошо, да. Записала. Молодец, вторую поставила. Это что это она достала? Что это такое? Порошок какой-то. Марина, она что-то в чай подмешивает. Не вздумай пить чай. Марина, хорошо, что приехали, конечно. А просто у вас такой непростой. Так, ну, начинаются мантры цирковые. Ну, все, возбудело. Материальный, нематериальный уровень. Нужен быть ведомой мужчине. Открываем путь, открываем поток, открываем. Запускаю процесс трансформации прямо сейчас. Ну, господи. И вот люди вот в это верят. Все вот это вот слушают, байду. На сегодня пока все. Процесс пошел. Больше ничего не надо мне делать, да? Да, процесс пошел. Сейчас это будет все трансформироваться. Сейчас как? Ощущения появились какие-нибудь? Легкости у меня даже сразу появилась. Камера, конечно, она установила идеально. Да, понаблюдаю лучше за этим в логово. Наверняка что-то будет интересное. Появились в моей жизни. Хорошо, Марин, что вы приехали. Вовремя мы все это начали. Да. 6 тысяч рублей. 6, да? В этот раз так. Сейчас. Так. Дальше можно будет пойти где-то через неделю. Я вас жду, если получится. Хорошо. Так. Так, просто идите, там еще тысяча. Так. Угу. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо. Поменьше сейчас, в ближайшие три дня, так поменьше с людьми общаться, чтобы эмоций, главное, не было. Хорошо? Да, я поняла. Хорошо, обязательно. Угу. До свидания. До свидания. Продолжение следует. Да. Я же ей когда про Красную Югу рассказала. А у Шли все, никого нет. Да, все нормально. Про Красную Югу ей как-то рассказала, а она там, я не знаю, как испугалась. Затряслась все. Я очень благодарна. Это мне очень интересно. Ты кей. Ну, да. Будет еще что-нибудь? Это предлагай, помогу. Да, да. С удовольствием. В общем, спасибо тебе огромное. Да, да. Вроде бы на три договаривались. Удивительная просто детская непосредственность. Умудрилась нанять свою соседку, проследить за своими клиентами. И за сколько? За трешник. Все это превратили в полтергейст и в какую-то очень, очень сильную силу медиума. За трешник. Сейчас во двор. Алексей должен привезти свою супругу. Хочу ей показать кое-что. Леша, привет. Да, приветствую. Лена. Здравствуй. Слушай, зачем ты меня привел опять? Послушайте. Слушай, опять вы ваши… Отвези меня, пожалуйста, домой. Это уже не шутки. Это не шутки. Нужно до конца разобраться. В чем разобраться? Что мы сейчас теряем? Минуту времени всего лишь. Вот зачем на меня эти камеры светят? Вот почему этот сыр в спектакле? Это не сыр. Лена. Что? 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 Вот что вы мне сейчас опять скажете? Лена, ну-ка прекрати скандал и посмотри. Я не скандалю. Так что? Что у вас показывается? Ты мне что, одолжение делаешь? Я не делаю одолжение. Я сделала одолжение, что я приехала. Тогда выслушай меня. Я слушаю, говорю. Я сейчас тебе покажу видео. Показывай видео. Чтобы ты поняла. Что на этот раз? Что женщина, к которой ты ходишь, мошенница. Вот эту девушку. Вот посмотри сама. Тогда уже денег, в принципе, и не стало. Мама начала относить более-менее все то, что было нажито непосильным трудом, она начала относить это в ломбард. А вырученные деньги она просто уносила просковье. Это кто? Эта девушка, мать ее, стала жертвой этой твоей просковье. Она не сказала, чтобы избавиться от порчи полностью. Нужно оформить дарственную на квартиру. То есть избавиться от квартиры. Ну, в общем, она работала с ней больше года. Вытащила с них все. В итоге, короче, из квартиры их выселила, квартиру не забрала. Смотри, смотри, я тебе еще сейчас кое-что покажу. В общем, смотри внимательно. Вот это экспертиза раствора, который она добавляет в чай. Это чистый амфетамин. В башню скосят там караулы. А ну, почему с детей поезд? Вот тебе объясняю, говорю. Добавляй там амфетамин в чай. Ты пьешь чай, а ты приходишь, пьешь чай. Я сколько посмотрел видео, люди приходят, клиенты, они пьют чай. Я все поняла. В общем, я думаю, надо устроить небольшой полтергист для этой грымзы. Феликс нашел пострадавших от деятельности этой Прасковьи. Ну, мама моя осталась на улице без квартиры. Там есть еще камеры. Раскидай по квартире. Это что это она достала? Порошок какой-то. Платочки, чтобы не видал. У тебя держат сошли для амфетаминов. Я слушаю, говорю. Я сейчас тебе покажу видео. А вырученные деньги она просто уносила в Расковье. Она добавляет в чай. Это чисто амфетамин. Я все поняла. Ну, что-то как-то во мне, видимо, мальчишка какой-то проснулся. Раз уж деньги не возьмем, так хоть, может, отомстим ей маленько. В общем, моя помощница установила там специальные пищалки-динамики. Я их подключил к рации. Вот. У меня вот, видишь, камера подключена к ней. Это вот ее трансляция из ее комнаты. Ну, она спит пока сейчас, но мы ее разбудим. Только не ржать. Если захотите поучаствовать, я с удовольствием дам. Да, с удовольствием получи. Все, тихо, давай. Покайся. Темнота уже здесь. Я не под столом. Я не под столом. Я пришел за тобой. Пусть дверь открыла. Покайся. 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 Сейчас. Тихо. Заходит. Прикинь, она сама дверь открыла. Ты куда идешь? Здравствуй, 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 в кухню, в кухню я иду, в кухню, чай попить. Чай попить. Чай попить. Я сказала, что вы мать его взять. Выстроить свою квартиру вон. Иди, пусть зайдет, посмотрит. Иди, зайди, посмотри. Вот это что, совсем обнюхалась своих свечей? Тихо, 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 ко мне не подходим. Тебе что надо здесь? Ты сейчас дома говардовать будешь, скотина. Пойдем, пойдем, в комнату, чай попили. Смотри, укусила меня, прикинь. Ну-ка, иди сюда. Садись. Садись, 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 садись. Я тебя посажу, скотина такая. Посадишь. Полицию хочешь подвонить? Ты у меня будешь висеть. Я тебя повешу. Девушка Просковья из Подмосковья. Ты вообще обнюхалась своих свечей. Ты держишь килограмм амфетамина. У себя на кухне, прямо на холодильнике. А вот это, кстати, химический анализ. Здесь тебе не то, что на десятку. Я боюсь, ты в ближайшие 15 лет не выйдешь. Да если... Да совесть, а когда она садится возьмет? Так, тихо, 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 тихо. Просто ворвались в мою квартиру. Ничего, ничего. Да стань ты от меня! Все, тихо, тихо. Оставьте ее в покое. Ты хотела в полицию позвонить. Вот сейчас вот вместе с этим мы в полицию позвоним. Есть два пути у тебя. Леш, тут вот еще книжечки есть. Вот здесь вот. Открой, пожалуйста. О, кошмар какой. Маш какая-то аккуратная. Все кладешь. Снова, смотри. Давай, давай сюда, давай сюда книжку. Все тихо записываешь, тихо, тихо. Все ты записываешь. 8 миллионов у нее, 370 тысяч. Это тоже сюда же. Спокойно. Надо еще говорить, что у меня есть видео, как она с подругой обсуждает вас. Отправляет к вам агентов, которые подсказывают, какую юбочку носить. Ой, а кстись, я тебя умоляю. Какую юбку носить и так далее. Все ваши шаги знает. А потом выдает это за свой чудо-дар. Есть у меня видео, как она со своей алкашкой-соседкой тут обсуждает тут все. Она ей все помогает. Так что тебе хватит вот так вот. Что ты хочешь? Садись, давай поговорим. В общем, слушай меня внимательно. Дорогая моя, мне не нужно совсем, чтобы ты сидела или что-то. Я хочу, чтобы ты ответила перед людьми. Рассчитаемся с тем, кого ты раздела. И на этом мы закончим. Откуда ты взялся? Где деньги? Леша, проассистируй, чтобы там резких движений не было. Клади, клади. В общем, дорогой мой, тебе придется сильно мне помочь. Надо со всеми людьми вот из этой книжки связаться, раздать по возможности. Я думаю, что она, конечно, и потратила многое. Держи. Все, на выход. Значит, финальные мои слова будут такие. Еще раз увижу или услышу объявление в сети, что ты там колдуешь или гадаешь. Я вот это беру с собой, с твоими отпечатками и вот с этим анализом. Все, не смотри на меня так. Все, окстись. Ну что, провели обряд экзорцизма. Прям помыться хочется. Точно подхожу в больницу, проверю, что он там, не заразный или какая-нибудь. Обалдеть вообще, просто обалдеть. Так, ну что, поехали. Отличное место. Лучше не придумаешь. Водички дайте. А вот теперь поехали. Ну что, тема закончена. У меня на руках есть книжка, в которой есть список пострадавших. Я приложу все усилия для того, чтобы как-то скомпетировать людям их потери. Обязательно не забуду про Элеонору. Ее участие просто неоценимо. Она рассказала на примере своей матери, как на самом деле могут обстоять дела с этими гадалками. Ведь Прасковья практически обобрала ее до нитки, лишила ее квартиры. Я знаю точно, есть одаренные люди, которые могут влиять на судьбу, которые могут лечить и делиться своей позитивной энергией. Но их так мало. К сожалению, слишком много прохиндеев в этой среде. Это вам решать, ходить вам к гадалкам и экстрасенсам или нет. Это не мое дело. Но вы должны знать, что для этих людей это всего лишь бизнес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова